Дай-ка, Мирон, расскажи. Мы едем в поход. В поход? А кому в поход? В бабушке. К бабушке. Раз Мирон сказал к бабушке, значит едем к бабушке, несмотря на некоторые проблемы с логистикой. Покинув нашу деревню, всего через день пути мы оказываемся в большом городе. Ребята, мы не в Питере, мы в Венеции. Такая красота. Ну, в Венеции-то простые горожане таких хороводов не водят. Наконец, поняв, где находится, Варя решила себе прикупить некоторые вещи, чтобы соответствовать местному колориту. Мне суток сказал. А мы заказали, что есть от Армении? И зайчика. Наевшись местных деликатесов, то есть гречневой каши, Мирон впервые решил себе сделать модную городскую прическу. Да и Варя прихорошилась, чтобы было удобнее общаться с местными юношами. Коблин! Коблин его! А вот Ксюша сразу почувствовала себя как дома. Да, Петербург – город контрастов, где старые сказки соседствуют с современными развлечениями. Вот так вот, забираясь к вершинам и бесстрашно шагая в пропасти, мы не заметили, как пролетел наш первый день в городе. Комфортно выспавшись и одевшись по городской моде, Мирон начал свой следующий день со вкусного завтрака. А насытившись физически, можно продолжать обогащаться духовно, посетив детский театр. Девчонки же в это время сами поехали в центр города, чтобы насладиться монументальными церквями и соборами. А в доме книги Варю ждал маленький сюрприз. А тут еще красивые тетрадочки. Еще красивые тетрадки, мы так подумали. Ой, какой-то знакомый ворогусок. Дизайн знакомый. Смотрим, переворачиваем. А тут художник Анна Роговцева. Дальше. А тут еще. А мы так думаем, надо брать. А зайдя в местный аналог Макдональдса, чтобы насытить свое пузико, наших деревенских девчонок ждал еще больше сюрприз. Привет, пап. Я только сейчас открыла мой ролл с креветками. Оказывается, что у меня реально креветки. А там еще одна. У меня просто штук 8 креветок в разу. Но гораздо большее удивление настигла Варю, когда она зашла в городской продуктовый магазин. Маркет кола. Кока-кола. Север-кола. Фресс-кола. Зы-кола. Эверфресс-кола. Любимая кола. Кола-черная головка. Еще есть просто кул-кола. Добрый кола. Ну и пепс тут есть. Для деревенской девушки это просто взрыв мозга какой-то. Вот так вот, просто гуляя по улицам Питера, можно встретить много всего интересного. Новый день, и нас ждут новые приключения. В этот раз мы посетили артиллерийский музей, где собраны лучшие образцы русского и советского вооружения за последние сотни лет. А потом мы посетили Аврору. Легендарный крейсер, один выстрел которого изменил жизни миллионов людей по всему миру. Так и хочется иногда постоять у руля мировой истории. Хотя детям больше всего нравится просто веселиться, ну и конечно вкусно перекусить. Просто бродя по набережной, мы набрели на, кажется, закрытую дверь. Но оказывается, что даже из Северного Петербурга можно попасть в Хогвартс. Как показывает практика, поступить на правильный факультет не менее важно, чем обладать волшебной палочкой. Наигравшись в Хогвартсе, дети оседлали метлы и полетели в другой сказочный музей. Все экспонаты здесь, даже самые большие, сделаны из простой волшебной бумаги. Но самое интересное то, что маленького милого монстрика можно было сделать и самому. Ох, сколько же сказочных персонажей можно встретить в большом городе. Да и вообще, дни в Санкт-Петербурге проходили очень насыщенно. За играми, кино, театрами, музеями. Столько красоты и впечатлений, и все сразу, что Мирон даже немножко устал. Немножко отдохнем и снова в путь, ведь впереди нас ждет еще много интересных приключений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова